У нас дворик тут в церкви. Такой. Акатанемас патио. Адентро и наглесе Энбердянск. Такие тут тоже растения. Такая арка. Все красиво. Энбероска. Арболь де бланко. И ака, каса де паста. Акатанемас плантас. Акардул пара наедат. Акабанья. Акакосос буны пара гвардар. Акатавифа апарте. Акак подозьх. Десканцар нужна. Сдейсть отдыхать акапурос. Десканцар. Акка. Это Линда и Спасия. Красивое место. И это вот иглесия. И какая это у нас иглесия? Церковь. Планета с растениями, фигурами. У нас тут розочки растут. Вот Богдан идет. Как будто дом пастора у нас. У меня его строили. Да, вот Богдан строил. Это машина пастора. Тут лавочки. Нужно отдыхать. Застеленные. Это пихта. И это церковь. Это пастырская. Ежемесячная кастырская кастырь. Кастырская кастырская. Но еще и другие. патио, накатанный бус, мучоплантас, акапуэрто эндрада, пихты тоже такие, пихты, тут лавочки, акамеса, лугар и спасио, пара верана, пара чикос, пара истудиар, библия, поэтому и пара кунеер, у нас такое красивое дерево, береза называется, это наши деревья, арболь де бланку, береза, школа пара чикос, школа для детей, детский класс, а можно я вас поснимаю, просто это детский, ой, Юра, и тебя, Юра, привет, детский класс, пока чикос, у нас у ладос, двое детей, ну да, чикос, ну да, двое только, да, двое только у нас, ну да, только двое, иногда бывает больше, ну да, ну пока мало, Замечательное было размышление, химичное, как слушает, Он благословляет свой народ своим присутствием, День Господень, потому что этот день принадлежит ему, он назначил нам сегодня здесь встречу, и мы с радостью собрались, и еще такой замечательный был разбор урока субботней школы, в котором мы еще раз подчеркнули, что суббота – это забота о нас, это суббота – это Божье благословение, Его милость и любовь к своему народу. Казалось бы, мы за нас столько раз переговорили, столько изучены, столько обсуждаемы, столько размышлены, и все равно, что новое, 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 новое. Под своей милостью не допускал уничтожения Израиля. Бог обличал своих детей в веке и увещевал вернуться к Нему. Они хотели узнать, как это сделать, и Бог указал им, что они обкрадывают Его десятинами и приношениями. И вот тогда Он умоляет их в стихе 9 вернуть все десятины в дом хранилища и говорит им, что за этим последует благословение. Другими словами, проявляя верность в управлении ресурсами, израильтяне могли обратиться к Богу. И мы сегодня тоже можем обратиться к Нему тем же путем. Управление ресурсами – это поклонение. Оно означает признать Бога творцом-кормильцем-животворцем и поставить его на первое место во всем, включая и наши финансы. Оно также показывает, что наши сердца принадлежат Нему. Продолжение следует... 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 И святили этому миру святостью Твоей во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь. Аминь. И питал Тебя маной, который не знал Ты и не знали Отцы Твои, дабы показать Тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Аминь. Аминь. Давайте мы остаемся перед Господом и совершим тихие молитвы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok